Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая... Вот в такой красивой кастрюльке я буду варить сыр. Такая кастрюля, я уже показывала. Мне дочка подарила на день рождения две кастрюли. Это очень тяжелая, массивная, большая кастрюля. Я теперь буду в ней варить сыр. Потребуется 3 литра молока. Молоко у меня 3 литра. Мне, что нравится, после изготовления сыра, остается сыворотка. Я ее сама пью с удовольствием. Я делала на сыворотке окрошку. Я пекла на сыворотке блины. И я на сыворотке делала куличи. Не молоко добавляла, а сыворотку. Вообще куличи получились пышные, вкусные, огромные такие. И еще одна, третья коробка. В общем, у меня здесь 3 литра. 3 литра молока. Теперь я все это ставлю на небольшой огонь. И буду помешивать и смотреть, чтобы молоко у меня только не закипело. Как только оно начнет пузыриться, это говорит о том, что молоко начинает закипать. И я буду тогда уже вливать на свертываемость молока. У меня приготовлен уже раствор. Это состав, вернее. Это у меня 6 столовых ложек воды и 3 столовые ложки уксуса. Я буду сюда добавлять, помешивать. И тогда молоко будет у меня появляться с хлопушками. Практически уже можно собирать будет сыр. Сейчас надо молоко довести прямо чуть-чуть до стадии закипания. А это у меня уже приготовлен состав. Вода с уксусом. Когда только молоко начнет показывать момент практического вот-вот закипания, я буду сразу добавлять уксус с водой. И молоко начнет у меня превращаться в хлопушки. И можно собирать творог. Главное не прокараулить, не дать ему закипеть. У меня один раз так получилось. Я чуть-чуть, на секунду отвлеклась. И оно у меня, знаете, прям так плюх, прям волна такая. И оно пошло закипать. Получился сыр, но получился нормальный. Но немножечко, знаете, плотность у него уже была другая. Потому что хлопушки в момент закипания уже были такие мелкие. А когда сделать все правильно, по технологии, то молоко сворачивается большими хлопьями. Вот сейчас я постараюсь. В общем, знаете, делать сыр, вот эти действия, надо не отходить от плиты. Надо стоять и караулить. Проверяю молоко. Караулию его. Чтоб только оно у меня не закипело. Это самый важный момент, самый важный процесс. Если оно у вас закипит, ребята, у вас не получится сыр. Это вот самое главное, это не прокараулить молоко. А это у меня вот такая форма сыродельная, сыроделка называется для сыра. Сюда складываются все хлопья, они сливаются, процеживаются вот в этот кувшинчик. Вот такой, не кувшинчик, как он называется. Он не кувшинчик, а вот ковшик, скажем, да. Вот сюда вот все. Образуется сыр и форма сыра. Так, надо молоко не прокараулить. Продолжаю караулить молоко. Уже важный момент. Начинает сверху образовываться пенка. Это говорит о том, что молоко на стадии закипания. Вот надо усмотреть, как только будут появляться маленькие-маленькие пузырьки подниматься, это уже все. Говорит о том, что молоко уже готово к закипанию. Вот, первый пузырик пошел. Ну все, можно добавлять. Самый важный момент. Медленно вливаем куксусную воду. Помешиваем. И молоко сейчас будет сворачиваться. И образовываться в хлопья. Ну вот, как вы сейчас и видите. Очень хорошие, большие хлопья. Смотрите, какой процесс интересный пошел. Вы знаете, очень вкусный сыр. Очень вкусный. Он такой больше похож на адыгейский. Можно, конечно, купить в магазине. Но я уже теперь не покупаю. Молоко отключаем. О, какая красота. Вот такие получились у нас хлопья. Теперь это надо все сейчас убрать не с плиты. И уже начать формировать, формировать свой сыр. Вот такая красота у нас получилась у меня. Теперь я беру вот эту вот сыродельну свою. И вот сюда я начинаю собирать. У меня шумовка только такая ложечка. Вот такая, видите. И я сейчас буду сюда собирать все образовавшиеся творожные, сырные хлопья. Вот так вот сюда собираю. Прелесть. Сейчас я соберу и вам покажу. У меня получились вот такие вот две формы. Одна вот полноценная, сыродельная. А вот вторая вот у меня остался еще вот этот творог, скажем, да, сырный. Я вот просто вот в отдельное сито его сейчас переложила. То есть у меня вот получилось вот так вот. Сейчас у меня эти формочки, этот сыр постоит минут 20-25. Окончательная сыворотка стечет. Вот здесь даже видно сыворотку. Я вот сыворотку... Видно, нет вам? Они не видно. Я вот сыворотку вот сюда вот наливаю. Она сейчас остынет, и я ее попью. Вот такая вот красивая сыворотка. Чистейшая. Вот. Сейчас постоит. Я эту сторону все посолю хорошенечко, и потом я переверну, уже выложу на тарелку. И с другой стороны тоже посолю, и он будет у меня отдыхать. И уже на утро можно кушать уже этот сыр. Вот так делается сыр. Вот она сыворотка, которая осталась. Смотрите, какая красивая, чистейшая. Видите? Сейчас она у меня остынет. Я часть сыворотки поставлю в холодильник, в банку перелью. А остальные, остальную часть сыворотки перелью в молочные бутылки и отправлю в морозилку. И все. Потом, когда мне надо будет, я достану, разморожу, и можно или пить, или в блины пускать, или на выпечку. Ну, что угодно. Вот такая вот сыворотка. Ни в коем случае ее не выливайте. Она очень полезная. Я говорю, она по качеству, как грудное молоко, как молозиво. Итак, мой сыр, мой сыр новорожденный отстоялся. Теперь мне нужно вот эту сторону всю хорошенько присолить, что я сейчас и сделаю. Хорошенечко посолю. Вот так вот. Прямо можно сказать щедренько посолить. Теперь мне нужно вытащить его, перевернуть из формы на тарелку и уже окончательно оставить его отдыхать. Вот такой вот получился у меня сыр. Один вот такой большой на тарелочке, второй чуть поменьше. Я хорошо еще раз тоже с этой стороны я все посолила. И теперь он будет у меня стоять отдыхать до завтрашнего утра. А завтра уже можно утром разрезать. Можно его делать бутерброды, на хлеб. Некоторые даже разрезают. И этот сыр поджаривают на сковородке. Очень вкусно, говорят. Я не пробовала, говорят, очень вкусно. Делается очень быстро. На него понадобилось всего мне 3 литра молока. Посчитать это можно легко. Я не знаю, сколько он стоит. Наверное, рублей 300 стоит, наверное. И то половинка, наверное, вот такого дегейского сыра. Вот у меня муж когда ел в прошлый раз, он сказал, походит иногда на брынзу такая соленовата. Но, вы знаете, очень вкусно. Очень красивый, форма у него. Вот такая вот. Довольно-таки тяжелый. А этот такой у меня, знаете, без формы. Уже просто в сите был уже сложен. Так, что у меня по сыворотке? Что я хочу сказать по сыворотке? Вот от всего этого сыра у меня получилось вот столько сыворотки. И то я, наверное, знаете, чуть больше полстакана я уже выпила. Тепленькая такая, вообще приятная. Такая какая-то, знаете, даже сладенькая мне показалась. Вот еще вот стаканчик вот такой остался. Я его оставлю на утро. Прямо на столе будет стоять. Я утром такую тепленькую, не из холодильника, а выпью. А вот эта вот сыворотка, я ее разлила в бутылки. Кстати, вот видите молоко какое? Молоко Сарафаново. Вот я в прошлый раз из этого молока тоже делала сыр. Отличнейший получился сыр. Я в следующий раз пойду все-таки куплю вот этой фирмы Сарафаново. Отборную. Есть в коробочках, есть в бутылках таких. Но вот это молоко мне лучше подходит для сыра. Вот осталась у меня вот эта сыворотка. Очень красивая такая, смотрите. Вот, она еще теплая. Она остынет у меня до утра. До утра. Я одну бутылку уберу в холодильник для каждодневного применения. Я ее выпью за два, за три раза. А вторую бутылочку я уберу в морозилку. Брошу, пусть она там у меня лежит. Вот, потом достану, растаю ее и пущу в дело. Или выпью, или там, не знаю, может блины буду выпекать. Блины, блины вообще великолепные блины. Вообще вся выпечка на сыворотке, она удивительно хороша. Вот, не дам, что кто, я смотрела сколько видео по поводу сыворотки сельских жителей, которые, у которых есть коровка. Они делают сыры, сметану, ну, в общем, всю эту молочку, творог делают, масло делают. И вот вся вот эта у них сыворотка остается. Они ее, вы знаете, прямо разливают по бутылкам и убирают в погреба, и в холодильный камеру убирают. Некоторые просто ее продают, люди приезжают ее покупать, потому что это очень полезный продукт.